МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свежие новости к этому часу расскажем прямо сейчас. В студии Надежда Заборская. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обстановка с гриппом в регионе контролируется. Порох заболевания превышен, но незначительно. Юнормейское движение в области активно развивается. В Каргополе открыли новый зональный центр патриотического воспитания. И современный ледовый дворец открылся в поселке Березни Кусянского района. Первыми на лед вышли легенды мирового спорта. Более чем на 19% превышен эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице Поморья. В Архангельской области этот показатель чуть меньше, около 16%. С февраля по март в регионе зарегистрировано свыше 12 тысяч случаев заболевания ОРВИ и 41 случаев гриппа. Госпитализировано 122 человека. Несколько дошкольных организаций в регионе временно прекратили работу. Спортивный объект мирового уровня в Северном селе. В Устьянском Березнике открылся ледовый дворец. Уникальный по масштабам и возможностям, он станет новой тренировочной базой для юных хоккеистов и фигуристов. А первыми вышли на лед титулованные российские спортсмены. Из Устьян репортаж Артемия Завардина. Среди небольших домиков села Березник он как настоящий богатырь. 4000 квадратных метров. Ледовый дворец. Готов круглый год принимать спортсменов. То, что раньше можно было представить только в столичных городах, теперь доступно в нашей Архангельской области в Устьянском районе. Здесь на территории спортивного комплекса можно проводить не только тренировки и соревнования, но и массовые катания. Любой желающий может выйти на лед, показать себя, потренироваться и просто провести время с пользой для себя и для своих близких. Две площадки. Одна с искусственным льдом. Для спортсменов раздевалки, тренажеры, фитнес-зал. Для зрителей трибуны на 370 мест. Площадка хорошая, мест много. Ну, мне нравится. Это просто потрясающе. Такой, знаете, в деревне, поселке. Такой дворец супер по всем современным технологиям. На церемонии открытия Ледового дворца каждый второй гость – легенда спорта. Признаются, во времена их становления о таких площадках даже не мечтали, а теперь не сомневаются – преемники у чемпионов точно будут. Сегодня действительно родился новый ребенок. Вот этот зал, прекрасный зал. И хотелось, чтобы как можно больше вот таких хоккейных детей родилось по нашей стране. Кстати, именем Владислава Третьяка Ирины Родниной решено назвать будущие школы хоккея и фигурного катания. Еще одна чемпионка, Светлана Журова, повела за собой команду УЛК в матче с легендами хоккея. На счету капитана два успешных попадания в ворота соперников. Создаются условия, которых, возможно, нет во многих городах и поселениях нашей страны. Поэтому это не может не радовать и не может не восхищать. И зависть добрая такая, позитивная зависть всем, кто здесь живет. Победу в матче со счетом 12-9 одержали легенды хоккея. Но для всех выйти в этот день на лед уже как подняться на пьедестал. Особые эмоции у простых тружеников группы компаний УЛК. Для меня это вообще, ну, объяснить словами простыми невозможно. Спасибо Владимиру Федоровичу Бутырину за то, что он предоставил детям, нашему будущему, играть в таких прекрасных условиях. Проект реализован группой компаний УЛК в рекордно короткие сроки за 9 месяцев. Все, что планировали на бумаге, обсуждали в рамках инвестиционных проектов, в рамках тех инструментов поддержки, которые предоставляет сегодня и региональная, и федеральная власть. Вот оно реализовано. У нас очень много проектов. Это и дворец культуры в Березнике новый проектируется. Это и интернат мы планируем построить для школы хоккея на 200 пацанов. Планируем собрать их со всей Архангельской области, чтобы они обучались хоккею. Также планируем создать школу фигурного катания. Сейчас проектируем аквапарк с бассейнами большой, поэтому проектов очень много. Уже сегодня в Ледовом дворце занимаются юные хоккеисты детской спортшколы, которая объединяет около ста ребят Устьянского района. Первые тренировки начались, впереди первые победы. Артемий Заварзин, Алексей Шемякин, Евгений Зыков, Денис Линчевский, Александр Кузнецов. Регион 29. В Каргополе открыли новый зональный центр патриотического воспитания. Этот комплекс стал 16-м в регионе. Здесь будут проходить различные мероприятия, направленные на военную подготовку и патриотическое воспитание школьников. На церемонии открытия центра в ряды юноармии вступило 60 каргопольских мальчишек и девчонок. Посвящение традиционно начали с торжественной клятвы. Соблюдать устав юноармии, быть честным юноармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовырушки. Клянусь! Клянусь! Юноармейское движение в области активно развивается. Только за прошлый год ряды регионального отделения пополнили свыше полутора тысяч юных северян. Благодаря новому Каргопольскому центру патриотического воспитания их количество еще возрастет. Улучшится и качество подготовки ребят. Мероприятия станут намного шире, потому что снаряжения становится больше. Больше мы можем привлечь детей и, соответственно, больше занятий. Мы используем туристическое оборудование и вообще туризм, как школа выживания. К концу этого года такие центры будут открыты во всех районах области. В Архангельске сгорели три рейсовых автобуса. Сообщение о пожаре на Ленинградском проспекте поступило в воскресенье ночью. К моменту прибытия пожарных металлический ангар горел уже по всей площади. Внутри находились автобусы ПАЗ, которые использовались для перевозки пассажиров по седьмому маршруту. Из-за сильного огня эвакуировать транспорт не удалось. Во время работы огнеборцев в ангаре взрывались газовые баллоны. В результате строения и автобусы значительно повреждены огнем. Предварительная причина пожара – это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Уже в это воскресенье в России пройдут выборы президента. А для жителей Архангельска, Новодвинска и Северодвинска это еще и день, когда можно испытать свою удачу и принять участие в конкурсе «Селфи. Регион 29. Выбирай». Судьба государства зависит от каждого из нас. Так считает главный режиссер Архангельского театра драмы Андрей Тимошенко. 18 марта он обязательно придет на выборы, а также примет участие в масштабном селфи-конкурсе «Регион 29. Выбирай». Мне нравится идея, я с удовольствием приму участие, потому что все бодрые молодые идеи меня очень вдохновляют, и я с удовольствием в них участвую. Принять участие в конкурсе просто. Нужно проголосовать и сделать фото в конкурсной рамке, которая будет находиться здесь же, на избирательном участке. Чтобы снимок был удачным, помогут волонтеры. Затем фото нужно выложить в соцсети ВКонтакте или Инстаграм с хэштегом «Голосовач29» плюс хэштег вашего города. На мой взгляд, условия конкурса вполне выполнимые, но нужна предварительная подготовка. У каждого, кто поучаствует в конкурсе, должна быть просто мощная группа поддержки. Поэтому не так все просто, но побороться стоит, на мой взгляд. Принять участие в конкурсе смогут все жители Архангельска, Новодвинска и Северодвинска старше 18 лет. Загрузить фото в социальную сеть можно будет с 18 по 20 марта. Победители определятся в народном голосовании по количеству лайков. Их имена объявят 25 марта. Призами станут айфоны, планшеты, велосипеды и многие другие ценные подарки. В Архангельске продолжается сбор средств на ремонт нового центра помощи детям с аутизмом. Напомним, реабилитационный центр для детей с расстройствами аутистического спектра открылся в Архангельске в прошлом году. Сегодня бесплатную помощь специалистов центра «Азимут» получают 60 малышей. Старого помещения оказалось недостаточно. Новое позволит увеличить количество посетителей в два раза. Но здесь необходим ремонт. Требуется почти 350 тысяч рублей. Новое здание позволит нам расширить деятельность нашего центра. Там будет организована комната социальной бытовой адаптации. В дальнейшем мы планируем оборудование производственных мастерских. На данный момент удалось собрать лишь 11% от нужной суммы – 41 тысячу рублей. До завершения акции осталось 83 дня. Помочь центру просто. Нужно зайти на указанный сайт и выбрать вариант поддержки проекта. Оторваться от гаджетов и провести выходной день на улице с родными и соседями предложили организаторы акции «Выходи гулять». Построить из кубиков город своей мечты или на скорость выполнить задание ведущего пытались представители трех ТОСов Архангельска. За соревнованиями наблюдала Анна Рязанова. Музыка и смех доносятся с Рябиновой аллеей рядом со стадионом «Динамо». Команды ТОСов Архангельска сражаются не за гранты, а за звание лучшей команды в зимних забавах. В основном семья у нас Кузнецовых. Собрали буквально за один день всю команду. Всего команд собралось три. ТОС Ягодный, Кемский и Краснофлотский. Друзья, семьи и соседи стояли друг за друга горой. Веселились и дети, и взрослые. Вместе строили здания, башни и мосты из ярких кубиков. Эти объекты должны напоминать здания города. Победу одержала команда ТОСа Кемский. Игра очень интересная и хорошая. Думаю, это правильно, что такую игру делают. У детей, может, как-то хоть, ну, вообще у молодежи, может, кто-то потом в строители пойдет после этого. Показать людям, что лучше не сидеть дома, а выходить гулять всей семьей. Такую цель поставили перед собой организаторы веселого праздника. Дворовые соревнования «Лучший город» проводятся в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Девять игр в майской горке и центре города уже позади. Мы же дополнили свою игру идеей. Мы строим город, мы строим мечту, мы строим отношения, мы строим будущее, мы строим вместе со всей Россией. Игры продолжат заряжать жителей Архангельска позитивом. 17 и 18 марта за снежным действом можно будет наблюдать на улице Чумбара-Волучинского. Анна Рязанова, Юлия Митина, Светлана Михеевская, Регион 29. Поистине чумовой праздник организовали 8 марта в туркомплексе Голубина Пинежского района. Уже второй раз здесь прошел День оленя. В прошлом году День оленя собрал тысячу гостей. В этот раз число туристов удвоилось. Своими глазами увидеть гонки на упряжках съехались свыше 2000 зрителей из Архангельской области, Москвы, Санкт-Петербурга и даже из Уфы. Оленеводы очень такие добродушные и мужчины, и женщины. Все разрешают фотографироваться без всяких проблем. Все очень хорошо. Первый раз присутствовали на таких соревнованиях. Очень интересно. В полуку сопричастовали, амулет заработали. Всюду множество оленей – живых и деревянных. Гости праздника даже смогли побывать на модном показе женской одежды оленеводов. Кульминационный момент праздника – гонки на оленях упряжках. На дистанции ласковые животные превращаются в азартных бегунов. Первое место в гонках этого года завоевал Олег Ануфриев. Ему достался главный приз – снегоход «Буран». Не меньше обрадуются такому подарку и рогатые питомцы-победителя. Ведь теперь часть их работы возьмет на себя машина. Владлена Романова, Юрий Камольцев, Регион 29. У меня к этому часу все. А если у вас есть темы, истории из жизни или проблемы, которыми вы хотели бы поделиться, пишите или звоните в нашу редакцию. Контакты на экране. А я не прощаюсь с вами. Увидимся совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин